Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Максим Кембель смотрите сейчас. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Максим Кембель. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Максим Кембель. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Максим Кембель. Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и Максим Кембель. Высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. Откровенный разговор никого не оставил равнодушным. События двухлетней давности перевернули современную историю страны. В каком обществе мы будем жить дальше и что предложим будущим поколениям? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща. По тормозам в Бобруйске под колеса машины попал велосипедист с ребенком. Водитель Пежо двигался по Уридску и наехал на мужчину с сыном, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и не спешился. Пострадавших осмотрели медики, госпитализации они не нуждались. Уважаемые граждане, помните, если вы двигаетесь на велосипеде, вам необходимо передвигаться по тротуару либо велосипедной дорожке, а также при пересечении проезжей части дороги необходимо спешиваться. За 7 месяцев в городе произошло 10 аварий с участием велосипедистов и пешеходов. Напомним, с 27 октября водители двухлёсного транспорта разрешат не спешиваться при пересечении дороги по пешеходным переходам. Обязательные условия заблаговременно снизить скорость и убедиться в безопасности проезда. Бюджетное место, дорогой квиток и отечественные амбулифты. Российские аэропорты заинтересованы в нашей технике, что поставляет Беларусь. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране на Малатире 4 миллиона тонн зерна. Урожайность в этом году значительно выше прошлогодней. Синоптики обещают достаточно благоприятную погоду для сбора зерновых. Завершить жатву планируют примерно с 20 по 25 августа. В этом году белорусские аграрии рассчитывают на рекордный 10-миллионный каравай. В Беларуси до конца года отремонтируют 675 километров дорог. На обновление и реконструкцию действующих трасс выделено 300 миллионов рублей. 200 из них отправят на республиканские магистрали и мосты. А остальное будет потрачено на ремонт региональных. В стране очередная волна киберпреступлений. На этот раз мошенники предлагают свидание в театре. Злоумышленники пишут мужчинам от имени женщин и приглашают встретиться вживую. Просят оплатить билеты на представление онлайн по фишинговой ссылке. Оставляя данные карт, белорусы теряют свои деньги. В вузах завершилась приемная кампания. Оглашены последние списки с зачисленными абитуриентами. Бюджетные места закрыты практически на всех специальностях. Однако стоит учесть, набор в сельхозучреждения на заочную форму пройдет в ноябре-декабре. Что касается платников, из 25,5 тысяч мест незаполненными оказались только 5%. Российские аэропорты заинтересованы в белорусской технике. Это авиационные топливозаправщики, противообледенители, амбулифты для людей с ограниченными возможностями, пассажирские трапы, аэродромные уборочные и кейтеринг-машины. Из-за пандемии заказов было не очень много. Но сейчас рынок восстанавливается, приобретает нашу продукцию и Казахстан. Какой из транспортных средств пройдет перекресток первым? В Беларуси изменились правила приема экзаменов для получения водительского удостоверения. Главное нововведение – действие теории больше не ограничено. Раньше город и площадку можно было пересдавать в течение полугода. На автодром отправилась Карина Гуревич. Хорошо, когда колеса мчат куда-то вдаль. Но для атмосферной поездки нужно получить разрешение – водительское удостоверение. За обучение в Беларуси отвечает автошкола, за экзамен – ГАИ. Именно здесь с июля появились изменения. Касаются они всего транспорта, кроме колесного трактора. Основное новшество – теория. Если раньше она действовала 6 месяцев, то теперь срок не ограничен. Для комфорта экзаменуемых, а также исключения конфликтных и спорных ситуаций, предусмотрено введение не только видео, но и аудиозаписи с дачи квалификационных экзаменов. Повторно теоретический и практический экзамен назначаются не ранее, чем через 10 дней со дня следующего за днем последнего экзамена. В практическом испытании тоже есть нюансы. Экзаменуемый не пристегнулся ремнем безопасности перед тем, как включить зажигание, сразу может идти домой. То же случится, если будущий водитель начал трогаться, не сняв машину с ручника. Экзамен на автодроме не засчитывается при нескольких условиях. Запрещено касаться столбиков на площадке и превышать лимит времени. Если автомобиль откатился больше, чем на 30 сантиметров на эстакаде или заглох при подъеме, испытание также не пройдено. Экзамен не сдан, если автомобиль заглохнет в пути дважды. Зато разрешается нарушить правила дорожного движения до трех раз при вождении в городе. Результаты будут вноситься в автоматизированную информационную систему ГАИ. Ранее это были специальные карточки. ЛДСАФ проводит подготовку и переподготовку всех категорий водителей. Основное место в этом занимает, конечно же, подготовка водителей категории Б, то есть легковых автомобилей. Необходимо пройти медицинскую комиссию, получить добро врачей, иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и две фотографии 3х4. Прием ведется практически постоянно. Занятия с инструктором начинаются на автодроме. Первым делом объясняют устройство автомобиля, как завести, поправить зеркала и включить сигнал поворота. И обязательно переключение передач. Только с 22 сентября автошколы страны будут обучать водителей на машинах с автоматической коробкой. Сейчас в распоряжении учеников механика. Мы стараемся объяснить, что если не уверен, что заедешь в гараж или на диагональную парковку, или какой-нибудь другой элемент, можно взять вторую попытку. Потом уже стараемся выезжать где-то за город, потом маршруты, где меньше автомобилей, менее интенсивное движение. И постепенно наращиваем. На изучение теории отводится 16 часов, включая медицину, плюс еще 50 на вождение с инструктором. Также в каждом учреждении есть свои внутренние испытания. Только после них ученика допустят к сдаче экзаменов ГАИ. Каждый будущий водитель должен помнить, к правам прилагаются не только знания ПДД, но и уважение к другим участникам дорожного движения. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Дают фору молодым. В городе прошел фестиваль МЧС «Суперстар». Участников 60 плюс собрала пожарная часть номер 2. Три команды приставили свою визитную карточку, а затем приступили к самим испытаниям. Примерили форму спасателя и проверили сноровку в боулинге. Полезные навыки подарили конкурсы «Прикрепи АПИ. Борьба с огнем». Также пожилых Бабручан ожидал экзамен на площадке магистры безопасности. Основная цель – это, естественно, обучение навыкам безопасности граждан. Ну и благодаря таким соревнованиям они могут применить на практике полученные знания. На протяжении всего фестиваля участникам помогали работники МЧС и юные спасатели-пожарные. Моральная поддержка и вода в жаркую погоду от волонтеров Красного Креста. Повышенное внимание к пожилым людям, важная часть работы спасателя и знания простых правил безопасности уберегут от беды. Это все и события Крета Минут. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok